Общее сведение. Нарушение маточно-плацентарного кровотока – акушерская патология, возникающая вследствие расстройства функций гемодинамики в системе. Женщина-плацента – ребенок. Диагностируется такая аномалия примерно у 4% беременных. В 25% случаев заболевания развивается на фоне уже имеющихся экстрагенитальных заболеваний пациентки. Нарушение маточно-плацентарного кровотока представляет угрозу для здоровья и жизни плода, поскольку может приводить к недостаточному поступлению питательных веществ, что осложняется задержкой внутриутробного развития, гипоксией и даже возможной гибелью ребенка. Опасность нарушения маточно-плацентарного кровотока зависит от выраженности и продолжительности существования данной акушерской патологии. Чем меньше питательных веществ поступает к ребенку, тем выше вероятность формирования отклонений. По статистике около 85% новорожденных подверженных такой патологии появляется на свет с признаками гипоксии или врожденными аномалиями. Различные степени выраженности. Нарушение маточно-плацентарного кровотока способно возникать на разных этапах беременности, чаще всего оно диагностируется во двух-трех-триместре вынашивания. Расстройство гемодинамики, развившееся до 16 недель, нередко заканчивается самопроизвольными выкидышами. Нарушение маточно-плацентарного кровотока Причины нарушения маточно-плацентарного кровотока Нарушение маточно-плацентарного кровотока развивается вследствие неправильного формирования ворсинчатого слоя плодных оболочек еще В период закладки плацента или в результате влияния на организм матери неблагоприятных факторов, становящихся причиной расстройства Гемодинамики в нормальной плаценте Патогенез заболевания заключается в неполноценной маточно-плацентарной перфузии, приводящей к недостаточному поступлению кислорода к плоду Как следствие, нарушение маточно-плацентарного кровотока запускает механизм гипоксических изменений, способствующих задержке развития плода Спровоцировать нарушение маточно-плацентарного кровотока могут эндогенные и экзогенные причины К первой группе относятся факторы, влияющие изнутри организма будущей матери Риск развития патологии наблюдается при наличии у женщины сахарного диабета, заболеваний почек, сердца и сосудов на фоне дисфункции щитовидной железы Формирование нарушения маточно-плацентарного кровотока способствует отягощенной акушерски анамной с поздней гистоз, угроза прерывания Множественные аборты и выкидыши, доброкачественные опухоли матки Высокий риск расстройства гемодинамики наблюдается на фоне беременности среза с конфликтом, а также если пациентка страдала бесплодием Нарушение маточно-плацентарного кровотока нередко развивается на фоне генетических нарушений у плода при наличии врожденных пороков Репродуктивная система материи при двурогой или седловидной матке в перегородках в полости органа Вероятность возникновения акушерской патологии существует и при половых инфекциях, а также если больная перенесла вирусные заболевания К примеру, грипп ОРВИ К экзогенным факторам, способствующим нарушению маточно-плацентарного кровотока, относится работа на вредных производствах употребления Наркотиков и алкоголя курения Неблагоприятным образом сказывается и нерациональное питание В группу риска по развитию нарушения маточно-плацентарного кровотока входит женщина в возрасте до 18 и старше 35 лет Риск аномальной гомодинамики присутствует при постоянных стрессах, интенсивных физических нагрузках Классификация нарушения маточно-плацентарного кровотока В зависимости от локализации патологических изменений в акушерстве различают несколько степеней тяжести нарушения маточно-плацентарного Кровотока 1А характеризуется расстройством гемодинамики между маткой и плацентой, при этом к ребенку попадает достаточное Количество питательных веществ 1 байт нарушения кровообращения происходит в круге плод плацента 2 степень нарушения маточно-плацентарного кровотока наблюдается в круге плод плацента Мать, однако гипоксия выражена незначительно 3 степень сопровождается критическим расстройством показателей гемодинамики, может привести к гибели ребенка или самопроизвольному аборту Учитывая срок гистации, на котором происходит нарушение маточно-плацентарного кровотока, можно выделить следующие виды патологии Первичное возникает в первом триместре, обычно развивается на фоне аномальной имплантации, нарушений формирования или прикреплений плаценты Вторичное диагностируется после 16 недель эмбриогенеза, как правило провоцируется негативными внешними факторами или состоянием здоровья матери Симптомы нарушения маточно-плацентарного кровотока Клинические проявления нарушения маточно-плацентарного кровотока зависят от выраженности акушерской аномалии Со стороны матери патологические признаки наблюдаются не всегда У пациентки может развиться гистоз, нередко присутствует угроза выкидышей и преждевременных родов, что сопровождается болью вживатель в области паха Возможно появление кровенистой слизи из половых путей На фоне нарушения маточно-плацентарного кровотока происходит активизация деятельности условно-патогенной флоры, нередко возникают кальпиты Это осложнение нарушения маточно-плацентарного кровотока может стать причиной внутриутробного инфицирования плода Нарушение маточно-плацентарного кровотока более выражено со стороны ребенка Заподозрить признаки гипоксии плода в ряде случаев может сама пациентка Патологическое состояние проявляется снижением двигательной активности ребенка В ходе осмотра акушер-гинеколог выявляет учащение или уменьшение частоты сердечных сокращений у малыша, что также является достоверным Признаком нарушения маточно-плацентарного кровотока Недостаток питательных компонентов способен вызвать преждевременную отслойку плаценты При этом состояние женщины и плода стремительно ухудшается, возможно возникновение угрозы для жизни Диагностика и лечение нарушения маточно-плацентарного кровотока Выявить нарушение маточно-плацентарного кровотока можно в ходе УЗИ О наличии акушерской патологии свидетельствуют патологии плаценты и внутриутробная задержка развития плода, проявляющиеся несоответствием Размеров анатомических частей срок гестации Оценить степень нарушения маточно-плацентарного кровотока удается с помощью дополирографии Для оценки функциональности сердечно-сосудистой системы ребенка используется КТГ Характерным признаком является тахикардия или брадикардия, возникшая на фоне гипоксии Лечение нарушения маточно-плацентарного кровотока проводится в условиях стационара Больной показан постельный режим исключения стрессов и интенсивных физических нагрузок Консервативная терапия заключается в использовании препаратов для оккупирования нарушений маточно-плацентарного кровотока и улучшения оксигенации плода Также используются антиагреганты и средства, улучшающие питание тканей головного мозга При нарушении маточно-плацентарного кровотока показано употребление витаминов, блокаторов, кальциевых каналов Последние применяются для устранения гипертонуса матки При нарушении маточно-плацентарного кровотока все усилия специалистов направлены на продление ведения беременности до 37-38 недель При условии достаточной эффективности медикаментозной терапии через 4 недели пациентку переводят на амбулаторное лечение Если справиться с признаками нарушения маточно-плацентарного кровотока не удается и состояние плода продолжает ухудшаться, осуществляют Преждевременное родоразрешение методом экстренного кесарево сечения Если беременность удалось доносить до 38 недель, роды могут происходить естественным путем Во втором периоде показано использование вакуум-экстракции плода или наложения акушерских щипцов В случае развития нарушения маточно-плацентарного кровотока на фоне других заболеваний у матери осуществляется плановое кесарево Сечение в сроке 38 недель Продолжение следует...